Я сделал кратенькую подборку тех ошибок, которые я совершил при переезде в Польшу, потому что в интернете на самом-то деле очень мало информации. Вся информация расплывчата о том, какие люди совершают ошибки при переезде в Польшу, да вообще при переезде в другую страну. Зовут меня Юрий, вы на канале Исповедь одного из, и я хочу, чтобы ты, мой уважаемый зритель, посмотрел это видео, в котором я собрал те ошибки, которые я совершил при переезде в Польшу, и не совершай их, чтобы и тебе было проще адаптироваться в новой стране. Мы начинаем. Погнали! Первая ошибка, друзья, это то, что вы едете туда без денег. Вы должны понимать, что вы едете в другую страну, как правило, без знания языка. Вы должны понимать, что те приглашения, те фирмы, которые вас якобы хотят трудоустроить, как правило, могут вас просто кинуть. Не потому, что они плохие, может быть, допустим, эта вакансия закроется, пока вы там открывали себе визы, собирались, пока приехали. Вакансия закрылась уже на этот завод, либо фабрику, уже люди не требуются. Знаете, что то жилье, которое вам могут предоставить, может вам не понравится, вам придется что-то искать другое. Поэтому надо брать с собой деньги. Я думаю, на первое время 400 долларов вам вполне будет достаточно. Так что, ребята, не делайте ошибку, берите с собой бабло. Вторая ошибка, это вы едете туда без знания польского языка. Конечно, многие просто не рассматривают Польшу как страну, какую-то такую невероятно крутую, куда бы хотелось эмигрировать, и для этого надо учить язык. Ну и, как правило, ходите и поехать туда просто побатрачить, а уже потом вы понимаете, что, блин, неплохо. Можно и тут посидеть, так сказать, пожить и даже поработать. Так что, ребята, что вам мешает, уже находясь дома, у себя, там, не знаю, каких-то 300-500 слов выучить за пару месяцев? Польский не такой уж сложный язык, как вам кажется, чтобы прям сидеть и штудировать эти слова. Многие наши слова похожи, а некоторые просто надо будет запомнить. Выучите правила построения и едьте уже туда, как человек, который может хоть что-то сказать. Хоть придя уже на какую-то завод, фабрику, вы уже хоть что-то можете сказать, и на вас будет уже совсем по-другому смотреть, и к вам уже будет, ребята, совсем другое отношение. Так что, вторая ошибка, учите язык. Не совершайте мою ошибку, которую совершил я, поехав без знания языка. Учите польский язык. Третья ошибка, которую совершают многие наши украинцы, это те деньги, которые они с собой берут, они, как правило, начинают тратить. О, еда, начинают ходить по бедренкам, бах-бах. Это вот все дело в нашем менталитете. Жить от зарплаты до зарплаты. Ребята, научитесь экономить. Экономия никому еще в жизни не повредила. Не надо думать о том, что вы экономия себя в чем-то ущемляете. Нет, вы грамотно распоряжаетесь своими финансами. И если вы едете в Польшу, то вообще в любую другую страну, не забывайте, что на первое время вам нужны там деньги, и эти деньги надо правильно рассчитывать. Благо, страна более-менее стабильной валютой и позволяет вам рассчитать свои расходы на месяц, а может и на два месяца. И благодаря правильному расчету вы продержитесь больше. И если у вас возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, конечно, не хочу никому этого пожелать, но вы будете к этому готовы. Так что, ребята, не транжирьте, правильно распределяйте свои финансы. Выбросьте эту мысль о том, что экономия – это плохо. Ребята, экономия никому еще не повредила. Как правило, она только выручала в сложных ситуациях. Ребята, не стройте, пожалуйста, иллюзии. Если вы едете в другую страну, вы начинаете с полного, ребята, нуля. У вас будет множество трудностей, у вас будет период адаптации, у вас будет такой период, когда вас будет очень сильно тянуть домой. Вам надо просто через это все переступить, набраться такого мужества, терпения, и у вас все получится. Многие едут в Польшу с неправильным представлением о реалиях Польши. Там надо, ребята, работать, там надо крутиться, там надо быть самостоятельным. Потому я вам рекомендую никогда ни на кого не полагаться, а быть самостоятельным, общаться с нашими, узнавать у них информацию. И вы должны не забывать, что все там крутятся, все крутятся в этом болоте, всем тяжело. Никто за вас ничего делать не будет. И если вы едете с мыслью в Польшу о том, что вот я сейчас приеду, меня поселят, мне работу найдут, и все будет круто. Да, если так оно и будет, вам реально повезло. Но как показывает практика, вам будет реально сложно. Так что не стройте иллюзии, настраивайтесь на самостоятельность. То, что вам придется встать с дивана и искать какие-то лазейки. Это вот следующая ошибка. Неправильное представление и нежелание принимать ответственность на себя и быть самостоятельным в другой стране. Следующая ошибка, это когда ты приезжаешь, у тебя есть два пути. Путь развития, путь обучения, путь получения какой-либо специальности, потому что, как правило, в Польшу приезжают без специальности. Либо превращение жизни в Польшу в заработки. Поиск какой-то тяжелой физической работы, на которой платят. Ладно, если вы едете с целью заработка, то вам как раз и такой путь и нужен. Но когда вы едете с целью переезда туда, ребята, не превращайте Польшу в заработки. Не нужно искать какую-то конченую физическую работу, где платят якобы, как вам кажется, больше. Надо при этом больше работать часов. И вы не будете жить европейской жизнью. Жизнь европейская у вас будет только на картинках. Это касательно прошлого пункта, о котором я говорил. Не забывайте, что европейская жизнь у вас будет только на картинках. Ищите работу, где вы можете просто покрывать свои расходы на жилье, расходы на питание и проезд, и на страховку, если работодатель вам не оплачивает страховку. Ищите такую простенькую работу, где у вас будет оставаться время на обучение и освоение какой-то новой специальности. Не забывайте там учиться. То есть ошибка еще многих, которые просто едут в Польшу с желанием переехать, там остаться, то, что они превращают ее в заработки. Не надо гнаться за этими деньгами. Как правило, это вылазит боком. Не совершайте мою ошибку. Я в свое время превратил Польшу в заработки. Вот это мои личные качества, все бабло, надо бежать, бежать, зарабатывать, ба-ба-ба-ба-ба. А потом хоп, хераси, ты понимаешь, что там коленка стрельнула, там уже нервишки подшатались. И все, сидишь такой на жопе ровной, уже понимаешь, что этой Польши тебе не хочется, этой гребаной европейской жизни тебе тоже не хочется. Ты собираешь вещи, что делаешь? Не превращайте, друзья, Польшу в заработки, если вы едете, конечно, с желанием там остаться, адаптироваться, обучиться чему-то новому и двигаться дальше. Вообще ошибка это то, что многие люди закрываются, замыкаются и перестают общаться, заводить новые знакомства, особенно среди наших. Конечно же, я бы вам советовал еще общаться как можно больше с поляками, потому что сами поляки могут вам очень много чего подсказать и рассказать, потому что, ну, это местные жители. Также и наши, понимая, в какой ты жопе сейчас находишься, они могут подсказать, рассказать какие-то нюансы. А нюансов реально, друзья, возникает очень много касательно работы, касательно съема жилья, поиска, переезда и всего остального. Так что не форсируйте, общайтесь с нашими, но не забывайте, что у каждого свои проблемы, каждый крутится в своем болоте и каждый может тебе помочь только вот, только вот именно каким-то советом, но за тебя ничего он решать не будет. Так что, ребята, больше общайтесь и у вас все получится. Также я бы не рассчитывал на помощь каких-то агентств по трудоустройству. Ошибка еще многих, которые едут и только сотрудничают с агентствами по трудоустройству, как правило, нашими, украинскими, которые колоссальную долю денег твоих жрут. Что тебе мешает, если ты даже уже приехал через агенцию прации, найти потом, через какое-то время, когда ты заработаешь денег на первое время, подтянешь свой польский язык, найти самому работу. Ребята, я вам открою маленький секрет. В Польше дефицит рабочей силы. Какую-то рабочую должность, какую-то такую физическую работу не особо сложную вы реально сможете найти. Если вы придете и скажете работодателю о том, что я хочу обучаться, и, конечно же, если ваше лицо не будет пропитое, вы будете хотя бы иметь какой-то приличный вид, а не какой-то как бомжара, извините меня за слово, то работодатель вас примет на работу. Было это у меня так, когда я познакомился чисто случайно с шефом, мы с ним пообщались, и он мне говорит, слушай, класс, приходи ко мне на работу, я тебе трудоустрою. То есть у меня такое было. То есть я работал на прямых работодателей. В этом был огромный мой плюс, потому что я получал без каких-то агенций праций, вот это все. И у вас это получится, потому что есть дефицит рабочей силы. И многие работодатели предпочитают взять на какую-то рабочую специальность именно украинца. Опять же ошибка еще многих тех, которые едут, это все проблема в нашем менталитете. Они думают, что если они поступали дома так, то там тоже это проканает. На самом деле это не так, ребята. Как правило, там вас могут споймать, оштрафовать. И лучше, в принципе, соблюдать законы. Я вам это советую, потому что, ну там так выстроена система, что рано или поздно тебя возьмут за задницу. Я об этом уже в своих видео говорил. И если нельзя переходить дорогу, старайся там не переходить дорогу. Если тут нельзя парковаться, не паркуйся. Потому что, как правило, ты попадаешь на штраф. И это еще больше усложняет твой период адаптации непосредственно в Польше. Так что, ребята, соблюдайте законы. Если вы привыкли жить дома так, это не значит, что так, именно так вы сможете жить и там. Там работают законы и очень много штрафов. Хотите платить штрафы? Живите как хотите. А не хотите, соблюдайте законы. Знаю, что поляки, они люди другие. Это не значит, что они плохие. Просто, вот просто. Они совсем с некоторыми другими взглядами. Чем-то похожими, чем-то очень отличающимся от нас. Просто принимают это как должное о том, что это просто другие люди. Ну что, друзья, это были мои ошибки, которые я совершил при переезде в Польшу. Не совершайте моих ошибок и настраивайтесь, конечно же, на то, что вам первое время будет некомфортно и даже, возможно, тяжело. Я сейчас наблюдаю за многими блогерами, которые рассказывают об иммиграции в другие страны. Например, есть такой канал Юрия Новол, который рассказывает о жизни в Германии. Я могу сказать, что в любой стране у вас везде найдутся трудности. Примерно путь одинаковый, что в Польшу, что в Германию. Кстати, я советую вам зайти на его канал, если вы, конечно, рассматриваете Германию для переезда. Я много чего полезного там нашел. Очень информативный канал. Это, кстати, не реклама. Я просто с этим человеком общаюсь. Он меня информирует в каких-то направлениях касательно Германии. Так что, ребята, не совершайте такие вот мелкие ошибки, которые, допустим, я совершил. И у вас будет все намного проще. Зовут меня Юрий. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. Пиши, если я что-то забыл. Подписывайся на мой инстаграм, ссылочка в описании. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.